Всем привет! Говорит и показывает гидфан, а в этом видео я хочу обсудить с вами подводные лодки, которые получили сейчас очень высокий интерес в мире кораблей. Только из-за того, что мне не повезло и случайных наборов подлодки мне пока что не выпали, я решил обсудить с вами возможный ввод подлодок в рандом. Что? У вас есть сомнения относительно данного процесса? Ну тогда давайте вспомним новости и ответы разработки, которые помогут нам всем пересмотреть эти взгляды. Ну а для начала предлагаю прожать лайк и написать в комментариях ответ на вопрос, как по-вашему подводные лодки отразятся на мире кораблей? Сделают ли рандом богаче и интересней, или же убьют к чертям неокрепший баланс и сделают большую часть кораблей ненужными? Пишите свои ответы, а я тем временем перейду к сути. 27 мая леса запустила временный режим подводный бой. Он ограничен по уровню кораблей и будет действовать лишь до 24 июня. Правильно рассматривать данный режим не как релиз нового класса, а как финишная доводка кораблей перед релизом, а ведь их сейчас замоделено очень много, три полноценные ветки. И вот давайте сейчас возьмем и приценимся к возможным вариантам релиза. Мне вот идеальным, к примеру, видится релиз в ПВЕ направлении, где игрокам позволили бы на подводных лодках охотиться на конвои ботов. Или еще круче, смесь ПВЕ и ПВП, где одной команде пришлось бы конвой охранять, а другим атаковать. Но вы же в курсе, что разработчики говорят о том, что создание операций невыгодно. Именно по этой причине перспективное когда-то направление сейчас почти что не развивается, и даже начальные обещания относительно рейтингов не были выполнены. И до сих пор нет предпосылок считать, что это изменится. В недавней сессии вопросов и ответов, которая проходила в мае на реддите, разработчики прямо сказали, что планов на ПВЕ у них нет, так что маловероятно, что даже после доведения подлодок до ума нас будет ждать анонс крутого ПВЕ-события, связанного, как вариант с конвоями. Нет, в том самом ответе разработчики дали ясно нам знать, что ПВЕ игрокам лучше не ждать. Разработчики, конечно, ценят ПВЕ, не исключают возможности поработать с ПВЕ, но сейчас они сконцентрированы на ПВП, улучшении реализации и новые функции. И вот одной из таких функций может стать подводный флот. Так-так, стоп, Миш, но ведь сейчас на тесте мы видим реализацию режима ПВП с подводными лодками. С чего ты взял, что есть риск попадания нового класса в рандом? Справедливое замечание, только вот нынешняя реализация мне кажется неинтересной. Покадав вчера часовой стрим на эсминцах, крейсерах и линкорах, и даже авиках, могу сказать точно, что больше туда вот меня не тянет. Причин несколько, но основная, из-за которой я считаю, что концепт резервации провалится, в том, что данный режим не интересен линкорам и тяжелым крейсерам. Серьезно, сейчас ноль мотивации со стороны разработки выйти в этот режим. А без дополнительной морковки подвергать себя повышенной опасности и играть в менее комфортный рандом я просто не вижу смысла. И мне кажется, что так думает большинство. Ведь если вы сейчас возьмете и забежите в подводный бой, то с высокой вероятностью столкнетесь с желающими потестить новый класс и с желающими утопить новый класс. Первая группа игроков будет наслаждаться, изучая новое, а вторая наслаждается сравнительно простым фармом фрагов, которые порой даже не умеют нырять. Хотя, может быть, вы сейчас скажете, что мне просто повезло, но, знаете, я вот видел типичную команду такой. Две-три подлодки, три-четыре эсминца, как профиных охотника за подлодками. Еще где-то четыре крейсера на команду, часть из которых тоже нагибает подлодки, да и еще и может в случае чего нагнуть эсминцев. Ну а в остатке мы увидим лишь парочку линкоров, часть из которых вообще, возможно, окажутся ботами. Такой сетап очень далек от рандома, и в нем тяжело проявить себя очень многим классом. Причем, что забавно, сложнее всех в подводном бою проявить себя подлодком. Профильных целей тут практически нет, а вот охотников за подлодками полно, и почти нет целей, которые данные охотники могли бы опасаться. Потому, не знаю как вам, но мне почему-то думается, что как только схлынет эффект новизны, из-за некомфортного геймплея подлодки будут постепенно исчезать из вот такого вот режима. А без подводных лодок в этом режиме совсем нет смысла. И судя по тому, что длительность этого теста была выбрана небольшой, и искусственным образом при этом растянули доступ к классу игрокам, думается мне, что разработчики и сами это понимают. Так что да, практически уверен в том, что данный режим рассматривать как основной и стоит. Ну и пути решения на самом деле мне видится три. Либо насыпать пожирнее плюшки для тех, кому некомфортно встречать подлодки в нынешнем режиме тестов. Вариант второй запилить какой-нибудь другой. Просто очень интересный режим, куда игроки потянутся несмотря на более сложный геймплей. И третий вариант в том, чтобы взять и просто закинуть подлодки в рандом и ограничить их в количестве, чтобы игроки не сильно бомбили. Каким из этих путей пойдут разработчики, мне, конечно, неизвестно. Но исходя из того, что за столько лет ни один нормальный, ни эльфийский режим разработчики не смогли, и даже наземку, которую когда-то запилили, у них не получилось забалансить, мне кажется, что вариант с новым режимом, ну, мягко говоря, маловероятен. Вариант с плюшками, конечно, проще, но заметьте, что даже на тесте, когда так важно данный класс привести в норму, разработчики взяли и пожадничали, и дали бесполезные кредиты и опыт на давно пройденные шестерки. И что, после этого вам думается, что они решатся на постоянной основе запилить режим с повышенными бонусами в противовес рандому? Хм, вот я что-то очень сомневаюсь. И в итоге методом исключения мы оставляем только лишь один путь — подлодки в ранду. Но, Миш, а как же вариант, испугавшись, что многие игроки уйдут, кто заберут друга Васю из игры, разработчики забьют на саму идею релиза подлодок? Думаю, такой вариант не рассматривается всерьез никем. Новые авики продавили, и подлодки тоже продавят. В этот класс было влито уже достаточно много ресурсов, ведь первые новости появились про этот класс в 2018 году, и получается, что всё это время кто-то что-то пилил, получал зарплату, а компания вбухивала ресурсы для того, чтобы на финише дать заднюю? А? Ха-ха, серьёзно, вы верите в это? Я вот нет. Потому давайте гипотетически сейчас порассуждаем, что же может измениться, если в рандом выйдет новый класс. И с одной стороны, друзья, всё будет очень неплохо, ведь теоретически это должно будет заставить игроков играть в команду. Эсминцы на первой линии защищают ордер от подлодок, крейсера прокрывают эсминцы и отгоняют вражеских эсминцев, линкоры и тяжёлые крейсера не дают лёгким крейсерам упарываться и играть в режиме охотника. И вот всё это очень осторожно играется, и каждый класс выполняет определённые функции. Только вот, друзья, это недостижимый идеал, и мы все знаем, как играет сейчас рандом. Как мало взаимодействия и как хотят затащить чуть ли не соло каждый игрок на абсолютно любом корабле. Ну и также мы знаем, как эсминцы порой сливаются за первые минуты сражений при совершении парочки ошибок. И что важно, при появлении подлодок в рандоме, сделать ошибки будет проще, ведь подлодки отлично светят корабли и сами при этом не подставляются, что может очень сильно ударить по эсминцам, потому эсминцеводов трёх минуток может стать, чисто в теории, только лишь больше. И потому данный класс может вовсе потерять в популярности. И на месте линкороводов я бы не особо радовался такой новости, ведь меньшее количество эсминцев в бою откроет шикарные перспективы для класса подводных лодок. Ведь подлодка может безболезненно сокращать дистанцию с большинством оставшихся кораблей, ведь глубоководные бомбы выдают лишь ограниченному количеству кораблей. Причём, что очень важно, даже свет авиков, который сейчас отпугивает очень многие торпедные, да и не торпедные эсминцы тоже, не сможет повлиять на комфорт игры подлодки. Как видно, лодка просто ныряет и всё, и процесс сражения закончен. Причём я замечу, что вот в данном эпизоде я показываю упоровшиеся подлодки, которые просто выходят на эсминца, который должен был их быстро утопить. И всё это проходит под фокусом. Но, как видно, подлодки живут очень долго. И оно понятно почему, ведь подлодка всегда может, если что, нырнуть, уйти из виду, и вообще это оказывается проще сбросить фокус, чем эсминцу дымами. Потому как дымы хотя бы имеют ограниченный расходник, а подводные лодки могут нырять и выныривать сколько угодно. В общем, что я хочу сказать, что выполнив пару-тройку нехитрых манёвров, подлодка может уходить из внимания, а потом выйти на боевую позицию и закидать самонаводящимися торпедами линкоры и тяжёлые крейсера. В общем, потенциал у класса просто фантастический. Хотя по тестам пока что такого не сказать, ведь большинство на подлодках играют в сверхнаглых эсминцев и прут напролом, что неправильно. Но скиловички, как мне кажется, рано или поздно просекут нужную тактику и будут практически неуязвимы для рандома, что подарит всем нам целую волну токсичности в игре. Возможно, даже больше, чем это сделали когда-то новые авики. Так что на практике боюсь, что подлодки сделают рандом хуже, сильнее всего ударив по атакующим тактикам, агрессии и кораблям совсем без дымов или возможности топить подлодку. Но это всё только лишь мои догадки и выводы по предпосылкам. Потому предлагаю сейчас вам не волноваться и просто подождать официальных анонсов следующего шага релиза подлодок. Ну а на этом будем закругляться. Видос был полезным. Жими лайк и подписывайся на канал. А также не болейте, не скучайте. Удачи и до связей. Пока-пока.